Сеть магазинов Норд в преддверии новогодних праздников, помимо традиционной медийной рекламы, решила провести нестандартную кампанию, чтобы привлечь новую для себя аудиторию. Новаторы. Именно они первые покупают продвинутые гаджеты, первыми скачивают приложения, но, к сожалению, мало реагируют на обычную рекламу. Где найти и как привлечь эту небольшую, но очень перспективную аудиторию? Мы решили превратить слушателей одной из самых молодежных радиостанций Екатеринбурга в аудиторию рекламной кампании. Чтобы привлечь их внимание, был запущен интерактивный квест, построенный на уникальном приложении Phono Paper. Создана по принципу легендарного советского фотоэлектронного синтезатора ANS и не имеет аналогов в мире. Приложение способно кодировать любой звук в графическое изображение и наоборот. На первом этапе в прямом эфире утреннего шоу мы рассказали об особенностях приложения, а ссылку на скачивание разместили на сайте радиостанции. Так ведущие дали старт квесту «Звуки города». Зашифрованные послания размещались в театрах, музеях и других культурно значимых объектах города, так как подобные места становятся все менее популярны среди молодежи. Каждое утро ведущие в прямом эфире давали подсказки о местонахождении новых посланий. Человека, которому посвящен этот музей, однажды в кино его сыграл Сергей Безруков. И вторая подсказка от меня, вот в здании, где расположен этот музей, окна пятиметровой высоты. Люди отгадывали место, приезжали к нему и расшифровывали при помощи приложения. Владимир Зимирович Высокский. В соцсетях был запущен параллельный конкурс, где люди зашифровывали звуки домашних животных, транспорта и даже бой курантов. О квесте заговорила не только интересующая нас аудитория, но и бизнес-издание, а также телевидение. Мы бесплатно получили медиаподдержку, а вместе с этим новых участников. Дело оставалось за малым. Последней точкой, где мы разместили зашифрованное послание, был магазин Норд. Результат. В аудиоквест оказалось вовлечено более 33 тысяч человек. Суммарная аудитория бесплатных медиа составила более 130 тысяч человек. Для определения победителя проводился дополнительный этап конкурса, так как количество финалистов, разгадавших все послания, превысило все ожидания. Во время кампании приложения фона Paper скачивали в среднем 100 раз в день. Трафик в магазинах Норд в период проведения кампании увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом. А квест настолько понравился горожанам, что теперь готовится стать ежегодным мероприятием. Субтитры создавал DimaTorzok